Технологические решения климатических проблем в условиях современной цивилизации В последнее время все чаще можно услышать о такой экологической проблеме, как глобальное потепление и о ее последствиях. Длительные засухи и аномальная жара, сменяемая затяжными ливнями, с наводнениями и градом, смерчи – погода нетипичная для тех или иных регионов, непредсказуемость погоды и природных явлений. Давайте рассмотрим причины подобных изменений. Погодные условия и климат напрямую зависят от циркуляции воздушных масс в атмосфере. Теплые влажные массы сменяются холодными сухими и наоборот. Таким образом формируют циклоны – это облачности, осадки и антициклоны – это ясная погода. Циклоны зарождаются над океанами, где воздух влажный, а антициклоны – над более сухими зонами материка. Цель этих атмосферных вихрей – балансировать неровность рельефа и неоднородность переотражения солнечного излучения различными зонами суши, а также морской поверхностью или льдами. Они способствуют снижению контраста температур в экваториальных и полярных широтах. Давайте рассмотрим признаки циклона и антициклона. Первое – вертикальное движение воздуха в центре. Циклон – это восходящие потоки. Антициклон – это нисходящие потоки. Общее направление ветра. В циклоне от краев к центру, а в антициклоне – от центра к краю. Круговое движение воздуха. Если в циклоне это происходит против часовой стрелки, то в антициклоне – почасовой. Характер погод. В циклоне – неустойчивая, ветреная, с осадками. В антициклоне – ясная и солнечная. С ростом численности человечества и его развитием эти механизмы меняются. Одним из побочных действий прогресса становится тепловое загрязнение, выброс тепла в атмосферу и вводные ресурсы, вызванные техногенной деятельностью человека. Это ведет к повышению температуры и влажности воздуха на материке, что препятствует правильной циркуляции воздушных масс. С водным паром в воздухе и его переходами из газообразного состояния в жидкое и твердое связаны важнейшие процессы погоды и особенности климата. Давайте рассмотрим, как это происходит. В современном мире ежедневно мы используем огромное количество приборов, вырабатывающих тепло. Мы пользуемся электричеством, ездим на автомобилях, строим атомные станции и устанавливаем солнечные панели. Все эти средства очень полезны для нашей жизнедеятельности, однако имеют некоторые побочные действия на планету. Так, например, использование экологичного способа генерирования электроэнергии, как солнечные панели, усиливает нагрев нижних слоев воздуха. Атомные и гидроэлектростанции, нагреваясь, производят огромное количество пары, выбрасываемого в атмосферу. В процессе охлаждения АЭС тонны горячей воды возвращаются в океан, нагревая его, тем самым усиливая испарение влаги. Увеличение площади орошаемых земель также ведет к повышению влажности. Какие есть природные инструменты, чтобы исправить эту ситуацию? Природа – сложная, умная и динамичная система. Она стремится сбалансировать все эти процессы. Важнейшим инструментом для этой задачи является ветер. Давление в различных участках атмосферы различно, потому что эти участки имеют неодинаковую температуру. Теплый воздух более разрежен, вес его снижается и уменьшается создаваемое им давление. В холодном воздухе давление выше, чем у теплого воздуха. Как и вода, воздух имеет обыкновение перетекать из области повышенного давления в область пониженного, чтобы заполнить пустоту более разреженного воздуха. Этот процесс и вызывает возникновение ветра. Есть также версии влияния на перемещение воздушных масс движения эфирного ветра, но нам сейчас это не важно. Ветер служит для того, чтобы на место нагретых воздушных масс приходили холодные. Днем солнце нагревает землю, отчего воздух над ней тоже нагревается и поднимается. Когда теплый воздух поднимается, его замещают более холодные массы воздуха с поверхности моря. Ночью из-за того, что земля охлаждается быстрее, чем море, воздух стекает с возвышенного побережья к морю, над которым воздух относительно теплее. Так в норме и происходит циркуляция воздушных масс. Также немаловажной является роль лесов в этом процессе. Они создают некие холодные зоны, позволяющие охлаждать материк и препятствовать повышенному испарению влаги, подъему такого большого количества теплых масс в атмосферу. За счет более низких температур в зоне леса, как и в случае с океанами, возникает ветер. Огибая высокие кроны деревьев, ветер поднимается выше, перемешивая воздух с более холодным из верхних слоев. Так почему же природные механизмы не работают? Теплый воздух легче холодного, поэтому он поднимается вверх, следовательно холодный опускается вниз. Это происходит посредством прихода ветров. Его задача поднять влажный и нагретый воздух и заменить его прохладным. Чем сильнее контраст в температуре и давлении между различными зонами, тем сильнее ветер. Ветер движется горизонтально вдоль поверхности земли и распределяет массы по регионам. Дополнительным препятствием становятся ветряные электростанции. Проходя через них, ветер теряет свою скорость и попросту не доходит до нужных зон. Европейское сообщество переполняет гордость за то, что скоро вся территория будет накрыта такими вот экологичными системами добычи энергии. Однако давайте рассмотрим, что же происходит на самом деле. Дело в том, что каждая ветряная турбина создает прямо за собой ветряную тень. Область, в которой воздух замедлен в сравнении со своей естественной скоростью в этом районе. Это естественным образом ведет к падению интенсивности теплопереноса. Таким образом, не происходит своевременное перемещение и перемешивание воздушных масс. В результате теплый воздух не поднимается в более холодные слои атмосферы, не охлаждается, накапливается, охватывая все большие слои. Циклон не приходит и не происходит своевременное разрежение. Таким образом, мы получаем длительное влияние антициклона, ясную безоблачную погоду и, как следствие, аномальную жару. Воздух при этом продолжает прогреваться, давление воздуха в нижних слоях падает и нужна разгрузка, то есть разрядка. Если при нормальном атмосферном движении перемешивание воздушных масс разной температуры происходит в горизонтальном направлении и постепенно, в этом же случае происходит резкий сброс холодных воздушных масс сверху. Нагретый же воздух устремляется вверх, где резко встречается с холодным, происходит резкий перепад давления и, как следствие, возникают такие разрушительные явления, как смерчи и ураганы. Рассмотрим такое природное явление, как смерч, он же торнадо. Смерч может возникнуть при поступлении теплого воздуха, насыщенного водяным паром, когда происходит соприкосновение теплого влажного с холодным сухим. В месте соприкосновения происходит конденсация водяного пара, при этом образуются дождевые капли и выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения. В эту зону разрежения втягивается близлежащий теплый влажный воздух и холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса и выделению значительной энергии. В результате этого образуется всем нам известная характерная воронка. Нагретый воздух, затягиваемый в зону разрежения, еще более охлаждается. Опускаясь вниз, воронка достигает поверхности земли. В зону разрежения втягивается все, что может быть поднято воздушным потоком. Сама зона разрежения перемещается в сторону, откуда поступает большой объем холодного воздуха. Воронка двигается, причудливо изгибаясь, касаясь поверхности земли. Осадки при этом относительно небольшие. Торнадо чаще всего случаются во второй половине дня, ближе к вечеру, когда воздух максимально разогрет. Географические условия и климат во внутренних районах Соединенных Штатов порождают такую ситуацию очень часто. Три четверти торнадо в мире приходится на Северную Америку. Подавляющее большинство из них происходят в центральной части США, регионе, который называют аллеей торнадо. В год в США в среднем бывает до 700 смерчи. В некоторых штатах смерчи бывают чаще, чем в других. Рассмотрим природные явления ураган. Он возникает, если поступающий теплый влажный воздух приходит в соприкосновение с областью холодного воздуха большого объема. При этом область соприкосновения имеет значительную протяженность. В результате процесс смешения воздушных масс и выделения тепла происходит в протяженном объеме. Фронт урагана происходит по линии соприкосновений с поверхностью земли и перемещается в направлении поперечном его средней линии. С обеих сторон этой линии происходит втягивание холодного воздуха, двигающегося над поверхностью земли с большой скоростью. При прохождении фронта происходит интенсивное перемешивание холодного воздуха, изначально находившегося над поверхностью земли и пришедшего теплого воздуха. При этом осадки значительные и интенсивные. В последнее время Европа все чаще страдает от этого явления, сменяющего затяжную жару. Итак, перед нами стоит задача восстановить климатический баланс на Земле. А решение есть, следует просто помочь естественной циркуляции воздушных масс. И как в условиях современной цивилизации мы можем этого добиться. Мы столкнулись с проблемой перегрева нижних слоев воздуха на планете. Также известно, что чем выше уровень воздушных масс в атмосфере, тем ниже температура, а значит у нас стоит задача направить теплые массы в верхние слои атмосферы. И как же это сделать? Космос нагреть нам не удастся, даже если задействовать все энергетические ресурсы Земли, хотя это бы решило проблему так называемого глобального потепления. Давайте найдем способ, который можно реализовать. Решить проблему возможно. Сбросом горячих масс воздуха используя такой физический процесс, как естественная тяга, как в трубе. Тот, что мы используем в дымоходах. Дымовая труба – вертикально расположенное трубное устройство для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Принцип действия дымовой трубы основан на эффекте тяги, который обеспечивает перемещение массы газа в направлении от входного к выпускному отверстию трубы. Плотность нагретого воздуха меньше, чем плотность более холодного. Этот факт приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи дымовой трубы. За счет этой разницы давлений возникает поток холодного воздуха, направленный внутрь, а теплый воздух вытесняется, всплывает и выходит наружу. Так работает тяга. Все, кто делал печь, знают, существенно увеличить напор тяги можно, увеличив высоту трубы. Тяга может быть как естественной, так и принудительной, под действием технических устройств, обеспечивающих отток газов или воздуха, например, при использовании вентиляторов. Итак, внимание! Сейчас будет озвучена идея, стоящая не один триллион долларов. Как известно, сейчас охлаждение климата осуществляется распылением химтрейлов по всей планете. И это все стоит куда больше этих триллионов, не считая вредного воздействия распыляемых химикалий на природу. Отличным решением проблемы нагрева планеты станет создание, по примеру, молнии отвода, смерчи отводов и урагана отводов. Несколько труб создадут воздушную дамбу, выполняющую оградительную или регулировочную функцию. В зависимости от их высоты можно будет использовать естественную или принудительную тягу. Если труба будет высокой, от 70-90 метров, то будет достаточно естественной тяги. Для большего эффекта следует выкрасить ее в черный цвет. В результате она будет нагреваться сильнее и разница в давлении окажется еще больше. В случае использования менее высоких труб может понадобиться дополнительное оборудование для обеспечения принудительной тяги. Таким оборудованием является вентилятором в основании трубы. Для поддержания его работы возможно использование солнечных панелей, устанавливаемых на самой трубе. Для экстренного охлаждения конкретной зоны можно использовать тот же тип, но с вентилятором, установленным в верхней части трубы. Альтернативным вариантом такой трубы может служить круг, наполненный гелием с юбкой или парашютной ткани, с тем же диаметром и высотой, что и предложенные трубы. В случае необходимости или с определенной периодичностью, такой круг следует поднимать для создания антициклона – разгона грозовых облаков. Таким образом можно предотвращать образование смерчей, аномальное для некоторых регионов количество осадков и затяжную жару, решить, наконец, проблему так называемого глобального потепления в мире. Более того, можно начать формировать нужный климат в каждом регионе. Это будет надежно, долговечно и регулируемо. Мало того, что стоимость предотвращения катастроф на порядке дешевле, чем восстановление их после катаклизма, но и количество прибыли от формирования нужной погоды также будет на порядке выше. При необходимости можно будет поднять температуру или понизить и выращивать культуры, которые здесь не произрастали. Сейчас, глядя на наследие, оставленное нашими предками в виде пирамид и других колоссальных сооружений, вплоть до формирования гор, мы не можем взять в толк, для чего все это нужно было возводить. Но как только мы начнем формировать нужный климат, то наверняка быстро разберемся с технологиями древности, которые применялись для этих целей. А значит, получим еще больший прорыв в способности формировать природу на планете. Субтитры создавал DimaTorzok